Итак, снова здравствуйте, это снова Курящий из окна, и сегодня что-то у меня немножко странная запись, сейчас без 4 минут час ночи, мне завтра на работу просыпаться где-то пол восьмого, но почему-то мне захотелось сегодня попробовать позаписывать и еще провести маленький эксперимент, я вам его обещал, попробовать поиграть после всех патчей в эту игру снова на бьютифл, на запись. И пока вроде бы она не дик тормозит, хотя и снег идет, правда я записываю 60 кадров в секунду, у меня немножечко меньше, но где-то 57-58 показывает. В последней серии Оскар нам сказал, что он что-то стесняется, ему нужна одежда, да, Оскар? Я забыл опять. Кейт Лопер, вы нашли мне одежду? А, он снова не помнит, что я с ним говорил обо всем, что ли? Ты отлично адаптировался к новому телу. Ха, телу XZ-2001-го поколения с костно-артритной... Понятно, как всегда. Мне как-то можно было проматывать диалоги вроде, или я забыл. Нет, лишь небольшие конструктивные расхождения. Основные компоненты... На Е, на В, на это, на это, ни на что не хочет проматывать. Но мы обо всем этом говорили в предыдущий раз, в предыдущей серии, вы это видели? Пока, Оскар. Прошу, побыстрее. Мои шестерни стынут. Я так думаю, почему-то, что одежду для него можно найти где-то в парке развлечений. Даже не так, скорее всего, надо спросить об этом, мне кажется, шаманшу. Хотя, может быть, все очевидно. Может быть. А может быть, кстати, где-то на пляже оно валяется. Но ведь никто из этих роботов... Ну, не роботов-автоматонов. Он же одежду не носил, так что... Это какой-то закос самого Оскара, который нам надо каким-то образом решать. Так что, скорее всего, не появилось где-то на земле новые кусочки чего-то такого. Парке грустно. Но лучше, чем торчать в лодке. Мне нужен какой-то главный шаман. Вернее, я знаю, кто из них главный шаман. Главный шаман из них шаманша как раз. Почему-то я забыл, где мне ее искать. Она на меня наехала. За то, что я... Тут никого. Тук-тук. За то, что я катался на аттракционах. И больше ничего не захотела. По-моему, шаманша где-то здесь обитала, нет? А, кстати, вполне возможно, что одежду можно на корабле найти. Но я же там тоже все искал. У меня проблема, что я уже все находил, что мог найти. Когда племя может уходить? Если только что-то нового не появилось. Единственное, кстати, я еще не осматривал... Теперь метро. Заново. А, нет, это проход в парк. Зараженная зона. Да, проход в парк мне не поможет. Весь барабур радиоактивен. Караван по нему не пройдет. Я хотел найти именно обратную... Обратную... Ой, ага. Слушайте, а раньше были чупальцы или нет? Что-то я не помню. Ну, с другой стороны, были или нет, не столь важно. Подождите, сюда я ходил? Что-то здесь появляется. Точечка иногда. Да. Ну, что это опять значит? Ну, точечка. Кейт. Я не в эту сторону бежал. Вот. Четко обозначен проход теперь. А он был вообще здесь или нет? Я что-то забыл. Тем более, что он еще такой неочевидный. Ага. Но... Куда делись иколы? Э-э-э. Я не помню, я был здесь или нет. Почему-то еще экран у меня показан теперь как разбитый. Просто это... Не, по-моему, я здесь был. Я помню этого чувака со шляпой. Видимо, они раскопали немножко и перестали. Мне просто облегчили попадание к этой тете в метро. Но теперь у меня есть чего проверять. Теперь у меня какая-то новая загадка, куда пропали копатели иколы. Как-то играется эта тревожная музыка. Видимо, она долженствует показать мне, что я делаю что-то правильно здесь же. Говорилось о том, что музыка нам может подсказывать в этих подсказках театекстовых. Кейт, не иди на лестницу. Люди, поворачивайся. Не будем. Ладно, будем ходить на мышку. Нам завезли ходьбу на мышку. Я очень порадовался этому в предпредыдущей серии. Теперь с лестницы я буду спускаться исключительно на мышку. Кроме ли, на мышку она не путается, в какую сторону она идет. Зато она путается... Куда здесь ходит? Кейт. Ладно, будем комбинировать ходьбу на мышку и на эту. Мне, правда, объясняли, что я, может быть, немножко не привыкший играть. Типа в такие игры. Что во всяких там... Я, кстати, играл в Devil May Cry. Не помню только в какую часть, где у него там жилища сносят, то ли взрывом, то ли чем-то. Он одевается в полете в самом начале игры. Что-то я такое помню. Ну да, в принципе, такое же управление, когда на клавиатуре направление меняется и направление ходьбы меняется. Но все-таки здесь, по-моему, это как-то сделано уж излишне топорно и непривычно. Может, просто в Devil May Cry он не ходил по лестницам, он все-таки ходил просто в разные стороны. Так, я тут осматривал все. Зона более-менее безопасна. Я просто боялся, может быть, сюда пришли. Ну, они раскопали же эти. Теперь она на клавиатуру вообще никуда не хочет. Она и на мышку никуда не хочет. Кейт, блин. Она не должна так опускаться прямо сюда, она должна опускаться намного ближе. Да чё у меня всё... Глючит-то так страшно. Кейт реально не ходит. Ни на клавиатуру, ни на мышь. Эскейп работает. То есть у меня не отключилась клавиатура, ни сели батарейки внезапно. Мышь тоже реагирует на это. Сейчас как-нибудь решим, наверное. Но очень загадочно. Кейт, отреагируй на это, блин, как-нибудь. Во. Уже... Во! Вышло. Как мило. Да, этак... И снова не ходит. Понятно, видимо, только выход и вход в игру спасёт меня. Плохо. Перезагрузил я игру, и мне теперь очень интересно. Игра снова не запомнит то, что я сделал хоть что-нибудь, снова вернёт меня на пляж? Или всё-таки нет? Или всё-таки то, что я вошёл в это метро, что-нибудь дозначит для неё? Грузись! О, слушайте. Реально, то, что я вошёл сюда, видимо, что-то... Но... Куда делись и уколы? ...влияет на сюжет, значит, мне определённо надо вниз. Уколы копатели пропали! Уже лучше. Но страусов выпускать ещё рано. Применять на эту точку ничего нельзя, но пойдём по моему предыдущему маршруту. Буду надеяться, что в этот раз мне больше повезёт. Уж не знаю, может теперь не экспериментировать на ходьбу и на мышку, и на то, может быть, игра обижается. Когда думает, что я в неё не верю. Куда я ходил-то? Да, туда мне, по-моему, не надо, хотя, может быть, как раз и надо. Может быть, уколам стало интересно то, что там происходит. Наверху. Я должен это посмотреть. Кейт, шевели. Шевели. Нет, уколов тут нету. Хотя, может быть, теперь они кататься пошли. Но, скорее всего, нет. Шевели в обратную сторону. Тоже дошевелила. Не, наверное, всё-таки надо общаться с этой тётей. Потому что тётя решение ко всем проблемам. Главное, чтобы меня в этот раз к ней пустили. Потому что, может быть, это какое-нибудь заколдованное место. А, кстати, может быть, у меня теперь откроется этот проход как раз, который я искал и не мог найти. Это было бы логично. У неё тут хранилище этого... Не плутоний, а... Чем убивали супермена-то? Криптонита, да. Хранилище криптонита. Хотя, с другой стороны, что это баранур. Всё-таки я всё время в предыдущей серии баранур на Ходском называл. Если это баранур, то здесь как раз больше подходит плутоний. Я не могу, милая Женя, нам не быть вместе. О, Петя, почему? Ну, почему судьба так хочет нас разлучить? Это не судьба, голубка моя. Это наши семьи. Что тут происходит? Я не позволю им силой женить тебя на Татьяне. Как быть там для тебя с этой ведьмой? О, я этого не переживу. И если придётся выйти за Юрия тоже. За-а-а. Очень-очень печальная история, мисс Кейтвока. Петя и Женя тьмок-тьмок-тьмок. Но семьи обещают, что Таня и Юра получат деньги про дяди Йос... Но вы нашли время слезливые мелодрамы слушать. Мы должны расчистить проход до того, как заявится Ольга с полковником. Да-да. И уколы идти копать. Ничего не поделаешь, милая Женя. Нам остаётся только смириться и постараться прожить добродетельную жизнь. Мы не должны уступать им. Может быть... Может быть, если что-то случится с Татьяной и Юрем. Авария на заводе, например. То есть, понятие-то, грибы... Женя, что ты такое говоришь? Очень похоже. Ну, естественно, это попкорн. Теперь они вообще целую фразу не договорили. А я не успел это зачитать, извините, пожалуйста. Так, а всё-таки мне... Она так посмотрела на эту тётю, которая Екатерина, что прямо... Нужно её пробовать отчитать за то, что она... Отвлекает. А, тётя Катерина перестала отдыхать сразу же. Катерина! А, снова вы. Не спаивай моих юколов. Мам, мне нужно... А, точно! Она же всё шкуры выделывает! Чёрт! Я могу ей сначала отдать ключ, наверное. Ну и? Наверное, она скажет, что я должна отдать ей ключ, тогда она сделает мне одежду. Да, мне неловко вас снова беспокоить, но мне нужна ещё одна услуга. Опять? Вы мне ещё ключ не вернули. Вот ваш ключ. Ещё раз спасибо. Хм, что вам нужно? Одежда. Для Оскара, друга. Он автоматон. М? Понимаете, это для автоматона. Он такой ханжа. Что-то я не до конца понимаю. Но неважно. Посмотрите там, в шкафу, с Андрюшиными вещами. Вот вам ключ. Ой, я сразу Оскара в военной форме представил. Только не берите больше, чем нужно, ясно? Эти вещи мне дороги. Как память. Я думаю, Оскару очень пойдёт, то, как он может так выглядеть. Хотя, в принципе, наверное, там одежда уже не военного образца такая. Ну и шкаф пригодился. Всё-таки были неверны мои предположения из предыдущей серии, что если бы я нагрубил тётя Катя, мне бы пришлось взламывать шкаф и там искать этот ключ. Их, неверны были... Представляем последнюю серию вашего любимого сериала «Реакторы страсти», захватывающего водовороты любви, алчности и плутония. Сегодня Пётр поспорится с своим лучшим другом Юрием. Причина конфликта — сердце прекрасной Жени, обещанным... По-моему, это мы в предыдущей серии всё-таки слышали. И пока никто не знает, чем закончится их противостояние, одно можно сказать наверняка. Воздух сегодня будет густо насыщен страстями. Вообще незнакомые фразы. Если что, пропадаете. Ну же, Юра, ты же знаешь, что она любит меня. Разве это моя вина? Не слушали всё-таки. Да ну! А Татьяна что скажет? А ваши родные, они знают, что ты хочешь отменить свадьбу ради Жени? Но это же так прекрасно. Они... Им придётся смириться. И потерять наследство дяди Иосифа? Какой же ты наивный мёдр! Санта-Барбара, БРТ, это моё детство. Что ты имеешь в виду? Тебе родители разве не говорили? Этим утром было обнародовано завещание твоего дяди. Старик Иосиф, похоже, сыграл с тобой, с Татьяной, свою последнюю жутку. Врёшь, скотина! Если бы... Там чётко оговорено, что вы с ней сможете унаследовать его состояние, только если поженитесь и проведёте в браке, по крайней мере, 10 лет с момента его смерти, если только один из вас не умрёт раньше. Вы прослушали премьеру серии «Реакторы Страсти». Ну, короче, совсем до конца, наверное, это дослушивать смысла нету. К сожалению, да, я был тоже неправ, что нам дадут это послушать всего один раз. Дали и сейчас, так что. Ну, мы всё равно получили удовольствие, я сразу же вспомнил моё детство, когда там ко мне было лет 5, а может и больше, кстати, не помню. Были, по-моему, сначала богатые тоже плачут, потом просто Мария, а Санта-Барбара, она была вообще всегда. Вот «Дикую Розу», кстати, я не очень помню. То ли у меня её никто не смотрел, то ли я её просто не помню. Наверное, она была не такая талантливая, как просто Мария. Так, мне больше ничего не нужно, мне только шкаф нужно. Да. Мне, наверное, от него ключ дали. Или мне просто так в него теперь залезть можно. Да, наверное, дали ключ. Я по-прежнему не понимаю, почему у меня сердце Оскара с собой. Но, наверное, так нужно. Хотя я ещё не выложил предыдущую серию, может, мне это в комментариях объяснили, когда я задавался этим вопросом, но... Чё значит... Не так, но так. Кейт Локер! О, не постеснялся всё-таки. Он идёт на запах одежды. Это неисправим, да? Ну, дай-ка мы тебя подразним. Ну, мисс Уокер. Подразним. Хотя вообще это смотрится как-то очень страшно. Он стоит в такой позе, как будто он сейчас на меня пойдёт и... Кейт Уокер? Ну и будем считать, что он не одетый, так что можно только представить. Но он же наш друг. Оскар. Значит, ты всё-таки справился со своим комплексом? Лишь приличные одежды вернёт мне настроение. По пути я встретил волосатых и очень грубых низкорослых людей. Я опущу насмешки, которым подвергся. Не волнуйся так. Вот, посмотри в этом шкафу. Тебе должно что-то подойти. Интересно, это сделано, чтобы облегчить моё хождение туда-сюда, или чтобы просто... Как я выгляжу, Кейт Уокер? Да ты мужик. Ну, скорее всего, это чтобы не Кейт подобрала ему гардероба, чтобы он, типа, сам сделал свой выбор. Ну, слушайте, он просто вообще... Кейт Уокер? Солгать идеально, э. А идеально и солгать-то вообще разное. Ну, мисс Уокер. Не, он мне реально нравится, пускай будет идеально. Весьма респектабельно, Оскар. Безупречно. Спасибо, Кейт Уокер. Теперь расскажите, пожалуйста, чем мне предстоит управлять. Посмотри сам на пристани рядом с нашим судном. Что ж, тогда встретимся там, Кейт Уокер. Отлично. Пока, Оскар. Значит, зря его не дали осмотреть так уж совсем. Ой, идите к Оскару на пирс. Да, только порадовался насчет того, что игру... Комната настоящего подростка. ...решили немножечко сократить, и моментально же ее и... ...снова удлинили, потому что нет, чтобы Кейт просто... ...в видео вставке пойти вместе с Оскаром. Нет, мне придется за ним идти. Осторожнее в метро. Некоторые туннели затопило. О, новая фраза, кстати. Прикольно. Не, не хочу сюда опять застрянуть. Ну, пойдем, наверное, за Оскаром уж там. А там разберемся. Я даже, наверное, на этот момент убыстрю. О, тут что-то боится Юкол на выходе. Это он Оскара боится или чего? Курк? Уже успокоился. Что ты делаешь? Ну, я просто... Позволю точнить. Юколы рассказали тебе, что у Катерины по радио идет сериал? Нет, нет. Ты, конечно же, не собираешься тоже его слушать? Не может быть, чтобы это увлекло великого духовного проводника. Конечно нет, Кейт Уокер, я... Ты собираешься вернуться к своим людям и убедиться, что все в порядке? Да, точно. И мне пора. До... До встречи, Кейт Уокер. Что ты такая строгая вообще? Великим духовным проводникам тоже полезно иногда послушать Санта-Барбару. О! Ну да, я так и был прав. Почему-то уже присутствовали возможности разговора с этими двумя товарищами в предыдущей серии, хотя завал еще был завален. А теперь с ней можно говорить. Боятся шаману сказать, что от бубна у меня башка болеть. А, этот типа им ритм задает, а им этот ритм нафиг не нужен. И почему Юколы вечно копать? Ну, потому что могу копать, могу не копать. И когда этого, кстати, вечно копали? Вечно копать. Нечестно. Ну, нечестно, значит... Такова ваша доля. Не, реально, а где они еще копали? Им, в принципе, и логики копать нигде нет. Ну, черт, снимем. Куда мне идти-то я уже забыл. Где тут вообще выход? По-моему, выход был куда-то сюда. Или сюда. Там точно метро. Нет, по-моему, не сюда. Да черт, я вообще этого убыстрить хотел. Но у меня опять... О, сейчас... Я думал, я с автобусом могу разговаривать, но, похоже, нет. Так, где, 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 где выход? О, кстати, здесь дырочка есть. Я нашел щелочку. Как говорилось в классике. Одного спортивного... Комментатора. Да, не нашел. Вернее, я нашел, но туда не пускают. Да, вот выход. И уже там... Почти, почти, почти скоро встретимся. Ай. Мне, кстати, интересно еще посмотреть на скамейку, на которой сидел Оскар. Теперь Оскара там не будет. Может быть, там есть какая-нибудь... Какая-нибудь зацепка. Посмотреть, что было под Оскаром все эти 30 лет. Что он там сидел на этой скамейке. Я забыл, сколько лет назад у них-то авария на Барануре была. Авария Чернобыльская, 86-й, 96-й, 96-й. Ну, в принципе, да, около 30 лет, если у них тот же год, что у нас. А я, к сожалению, забыл, какой у них год. А еще я забыл, как пробираться именно на ту часть. Потому что по пирсу туда идти нельзя. Да, я точно помню, там провал. Как-то, по-моему... По-моему, надо было, да, забираться на эту деревяху. А потом уже там проходить. Сначала сюда, потом туда, кажется. И так можно будет пройти туда. Что-то у них один одинокий фонарь горит. Хотя вроде светло на улице. Труп чей-то. Какого-то неудачного Оскара. Валяется. Так, Кейт, мы уже должны что-то найти. По-моему, эта машина была здесь. Куда она делась? Точно была там? Эй! Пойдите, это еще и не та дверь. То есть я... А куда эта дверь ведет? А, не, здесь я был. Здесь все правильно, да. Здесь я был, сюда мне не надо. А машина-то была на пирсе. Или он имеет в виду на пирсе уже... Именно возле самого корабля. Потому что машина, где был... Была машина, где... В спину автоматону должен был вставляться ключ. Она была здесь. Вот, собственно, она. Я ее почему-то не заметил. А, ну вот и Оскар ее оседлал, все нормально. Оскар настроен. Отлично. Я бы не был настолько... Счастлив, если бы у меня в спине была железяка. Хотя для него железяка, как и для меня. А, Кейт Уокер, что предстоит делать? Это очень пошлая аналогия. Он сам из железа, и в него вставили железяку. Хотел сказать, что, ну, в принципе, это нормально, если бы... С другой стороны, по-другому, я все равно был бы не очень рад, если бы меня сзади... Ну, мисс Уокер. ...вставили что-нибудь органическое. Ты разделся? Действительно, ты разделся. Напоминает сцену из Терминатора, из Начало 2. Как здорово, что мы нашли тебе одежду. Все дело в нюансах и обстоятельствах. А, точно. Нюанс. Одно дело гулять без одежды. И совсем другое, обнажить ради дела механическую мускулатуру железного работника. Приказывайте, Кейт Уокер. Мне нужно, чтобы ты, используя трактор, вытащил кристалл на пляж. Справишься? Я был машинистом на поезде Форрельберга, Кейт Уокер. С этим трактором я легко справлюсь. Но для успеха миссии мне потребуется ваша помощь. Какая? Во-первых, нужно привязать кристалл к трактору. Хорошо, Оскар. А еще? Ну, вообще-то это все. Поскольку, вопреки явной запущенности этого заброшенного района, трактор все еще подключен к сети электропитания. Если честно, Оскар, я восстановила электроснабжение в парке. О, эта предусмотрительность свидетельствует о вашей предприимчивости, Кейт Уокер. Спасибо. Опять без контекста озвучивали. Надо было говорить, между прочим, Оскар, это я восстановила электричество в парке. Ну ладно. Так, а чем бы мне его привязать-то? Опять этими канатами электрическими? Но нет же. Если я привяжу канатами электрическими, то, соответственно, у меня исчезнет электричество. Пока вы не подключите мою тележку к кристаллу, я бессилен. По-моему, в инвентаре у меня нет ничего, чем я мог бы подключить. Ну, пойдем прямо туда посмотрим, может быть, из него что-нибудь торчит. Собственно, да, по-моему, вот это вот и торчит. Этот трос отлично подойдет для буксировки кристалла. Надо лишь его высвободить. Применять ничего нельзя. Как его высвободить? Попросить уколов? Они мускулистые, они все сумеют. Вероятно, да. Возьмите вон тот трос рядом с вами и прицепите его вон к тому трактору. Поняли? Да-да-ру-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Спасибо. Прям возьмут, прям прицепят. Он здесь намотается сам на себя. Если обратить внимание, как он лежал на этой штуковине, на которую был намотан. О, схоронение было, ура! Парабсирию заканчивать намало еще сняли. Все-таки давайте потащим. Хотя наверняка еще не потащим. Сейчас Оскару еще что-нибудь понадобится. Может мне еще что-нибудь здесь сделать надо сначала такого веселого? Это было бы очень логично сюда вставить. Какую-нибудь маленькую пасхалку. Ну, лень искать. Да и вряд ли. Да, Кейт Уокер. Все, он забыл, кто я такая. Тут все в порядке, Оскар? Ну да. Думаю, ничто не мешает двигаться вперед, Кейт Уокер. Тогда погнали. Да, Кейт Уокер. Погнали, я сказал. Мне кажется, или у него некое подобие усов появилось? У меня так щеки отрисованы. Мне показалось, что усы такие длинные-длинные. По всей логике этот пирс никак не должен выдержать машину, которая может тянуть такой корабль. О! Пейзаж красивый. А если этот кабель порвется, то разнесет Кейт Уокер на две равномерных части. Были такие печальные истории в истории буксировки. Стой, Оскар! Стой! Да, что-то пошло не так. Не в ту сторону тянем, я так понимаю. Нет. Не выходит, Оскар. Кристалл лишь сильнее увязает в песке. По-моему, он не сдвинулся. Как досадно. Наш вектор тяги почти горизонтален. Нужно переместить трактор на большую высоту. Трос пойдет под углом, и судно будет одновременно двигаться вперед и вверх. Угу. Какой блестящий анализ, мой дорогой Оскар. Может, есть еще мысли? Нет, Кейт Уокер. Но, думаю, стоит переместиться дальше вдоль пирса. Если вы ослабите трос, я отведу трактор туда. Ну, собственно, вот как раз эта проблема, насчет которой я и говорил, что он там натянут сам на себя и не дается. Хотя, видимо, это будет здесь. Ах, да. Ах, решение. Решение проблемы столь... Не, не столь просто. Ага, надо все-таки его, видимо, освободить. Там Кейт так замечательно пробегает сквозь этот трос. Решили не рисовать и анимацию перепрыгивания через него. Ну, мне кажется, это дикая геймплейная недоработка. Ну, некрасиво же. Причем, явно видно, что это люди просто не попытались. Было плевать. Ладно. Печально это все, печально. Просто не может быть такого, чтобы они не думали об этом моменте. Они его явно видели. Тут не может быть иначе. Так, могу ли я его... Кстати, похоже, я его там-то не могу ослабить, да? Похоже, да. Если только этот юкол мне не поможет теперь с этим... Свет! Вернуться в парк! Нет, этот юкол мне не поможет. Это то есть понятие. Я все-таки кабель тащу, который вот там натянут, или вот этот? Судя по всему, который там натянут. Почему-то внезапно. Ну, и с этой стороны я ничего сделать не могу. Да? Кейт, иди. Иди сюда, я хочу проверить, что с этой стороны я ничего сделать не могу. Бывает так в жизни. С какой-то стороны нельзя. Сколько это можно? Поворачивайся. Идем. Идем, идем, идем. Смотрим. Натянем сейчас. А, не, нам не натянут. Не натянуть, нам ослабить как раз надо. Ну, собственно, что я могу сказать? С этой стороны... Его вообще не отрисовали. Так что с этой стороны явно не надо делать. Его действительно не нарисовали просто здесь? Типа, никакой идиот сюда не пойдет смотреть, и все? А, не, вот он, кажется, все-таки, да? Ну, хотя бы так. Хотя бы ладно, а то я боялся уже, что вообще от рук отбились под конец игры. Мне, правда, почему-то всегда кажется, что игру делают так логично. Начало делают в начале, конец в конце, но, скорее всего же, это как с фильмами. Там снимают просто удачные моменты, когда к этому более удачный... более удачная возможность. Хотя вот далеко не факт. В фильмах-то зависит от состояния актеров, от чего-то еще, от пейзажа. И здесь, в принципе, без разницы, как рисовать, наверное. Так что, может быть, именно в хронологическом порядке это все рисуют. А что мне с вами? А-то просто что-то вставить надо, и все. А, ну, естественно, ключ. Я об этом ключе думал, кто-то отошел отсюда, но подумал, что, может быть, нет. Ну, видимо, да. И все, теперь можно крутить. Не знаю, насколько... А, ну, собственно, он не... То есть, ты хочешь сказать, этого еле-еле метра хватит на то, чтобы у нас все получилось. Ну да, теперь это даже нельзя трогать. Ну, дубль два. Да. Окей, Клокер. Не буду я у тебя совета просить. Вперед! Так все понятно. Немного нравятся эти механические звуки, но почему-то напомнило, как терминатор в последнем. Хотя сейчас сложно говорить, какой будет последний терминатор, когда вы это будете смотреть через пару лет. В пятом, по-моему, да? Ну, в Генезисе, короче говоря. К терминатору улыбался. Еще один другой способ. А что произошло-то не так? Ага. В одиночку мне этот трос не отсоединить. А что случилось? Это задача проста, Кейтлокер. Вы должны найти способ отбуксировать кристалл. Я именно так и думала. Спасибо за объяснение, Оскар. Но я же уже... Всегда пожалуйста. Я уже и забыл, как исключительно приятно было направлять вас по правильному пути. Ладно. Давайте на этом немножко закончим и продолжим в следующей серии. Это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. До свидания. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok